В травматологическом отделении Брестской больницы скорой медицинской помощи открыли вторую по счету операционную. Почетным гостем на таком торжественном мероприятии стал глава города Бреста Сергей Лободинский. Вот так у травматологического отделения появились дополнительные возможности. Новое современное оборудование и качественные условия для работы помогут медикам быстрее проводить операцию, значит и оказывать помощь на более высоком уровне. Новая операционная расположилась на месте дезинфекционного помещения. Мы открыли новую операционную, которая, наверное, в первую очередь была обусловлена необходимостью ростом количества операций именно травматического направления, потому что наша больница здесь занимается усиленно травматологией. И, естественно, то количество операций, которое силами делалось в самой больнице в одной операционной, было недостаточно. Поэтому в свое время было принято решение необходимости обустройства второй операционной. И сегодня в свете, так скажем, всех событий в плане замены суставов, сокращение очередности, которая в Бресте сегодня, наверное, самая большая, позволяет нам эти операции проводить довольно-таки быстро, тем более, если что-то срочное и, так скажем, травматичное при поступлении в больницу, сокращает время, так скажем, операционное, второе, на оказание экстренной помощи. Вот такой подарок сделали к Новому году силами строителей и усилиями самой больницы. Работы финансировались из двух источников – за счет собственных небюджетных средств, сработанных лечебным учреждением и спонсорской помощи. Это обошлось в 240 тысяч белорусских рублей, то, что мы вложили, ну, еще в Орсполком нам купил операционный стол. Всего в операционных больницах теперь уже пять, раньше было четыре. В операционном блоке, который построен в 2005 году, раньше была одна травматологическая операционная, две хирургические для первой хирургии и одна операционная для второй хирургии. Теперь у нас для травматологии было две операционных. Сегодня данное учреждение оказывает всю экстренную и плановую травматологическую помощь не только жителям областного центра, но также пациентам из Брестского, Малорицкого, Каменецкого и Жабенковского районов. Субтитры создавал DimaTorzok